Приветствую вас. Вопрос касается того, что автор часто плачет из молодежи, всегда связано с ее парнем. Если что-то не так скажет, если он что-то не так скажет, сделает, я начинаю реветь, вешать автор. Еще заметил, что избегаю того, чтобы грустить над чем-то действительно важным и серьезным, я боюсь, что мне будет очень больно, для меня это страшно, я всячески убегаю от мыслей о серьезных проблемах, но при этом много плачет из-за всего другого. В чем причина и как с этим бороться? Ну, бороться с этим не надо, пожалуй, пожалуй. Именно бороться не надо. Вот, потому что борьбой ничего вы не добьетесь. Это первое, что вот нужно сказать, так скажем. Вот. Второе, на что бы я обратил ваше внимание, то, что у вас есть вот страх боли. Дело в том, что страх боли, он возникает не на ровном месте. А вот страх боли возникает не просто так, а страх боли появляется преимущественно тогда, когда человек не умеет с ней обращаться. Ну, в смысле, в смысле, с болью не умеет обращаться человек. А вот. То есть с этим вот многое довольно связано. То есть вы не умеете обращаться со своей боли. Ну, своей. Вот. Вы не знаете, вы не знаете, что с ней делать. Ну, со своей боли вы не знаете, что с ней делать. И само собой вам страшно. Вот. Решение здесь, в общем-то, простое. Если говорить как-то вот непосредственно о решении. То есть решение здесь просто научиться говорить о боли. Вот. Научиться именно выражать ее. Сейчас вы этого не делаете, вам страшно. Вот. Ну. Еще бы. То есть. Ну, это нормально. Что вам страшно. Пока вы не научились об этом говорить. Когда и если вы об этом будете говорить. Вот. Когда и если вы об этом научитесь высказываться. Я думаю, что ситуация будет лучше. Вот. Из-за мелочей вы плачете потому, что, ну, ваши переживания обряд никуда не уходят. То есть они, как бы, никуда не деваются в этом смысле. Вот. Никуда не исчезают. Ваши переживания. Продолжают находиться с вами. Вот. Вот. Продолжают. Оставаться с вами. К сожалению. Вот. Вот. То есть. Ну, вот. В этом смысле. В этом смысле. Да. Продолжают вас мучить. Ну, по сути. По факту. Продолжают вас мучить. Вот. 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 И. Собственно. Наша задача заключается в том, чтобы помочь вам. Наша задача заключается в том, чтобы помочь вам. Эту проблему решить. Вот. Научить вас говорить о том, что вас волнует. А дальше, дальше уже. Я думаю, что вы сможете. Сами. Решить. Как нам дальше. Действовать. Вот. И так далее. Я думаю, так. Что касается болезненной реакции. Эм. На. Эм. Критику. Вашего. Эм. Молодого человека. Да. Чтобы. Ну. Так вот. Реагировать. То здесь я думаю, что. Эм. Ситу. Эм. Эм. Ситуация связана с тем, что он для вас слишком валь. То есть, ну, грубо говоря, вы боитесь его, эм. 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 Потирать. Вот. Эм. 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 Страшно. Страшно вам его потерять. Вот. Страшно. Как-то вот остаться. Ну. прям Vinny его. Может быть без него. Вот. Эм. Эм. То есть иными словами он для вас вот эм. Эм. Так скажем. Ээм. Эм. Чересчур. Важен. Для вас. Эм. 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 Ваш молодой человек, слишком много он в вас характеризует. Вот сейчас, по крайней мере, так это для меня выглядит. Слишком много он характеризует. И, опять же, такая вот острая, скажем так, реакция на его слова, на его действия и поступки. Вот. А с чем это связано? Ну вот, в смысле, конкретно с чем это связано? Пока сказать нельзя. Тут нужно смотреть. Вот. Тут нужно смотреть и исследовать. Как у вас это все организовано. Как у вас это все работает. Вот. Тут нужно именно что смотреть. Вот. Но я думаю, что в таком направлении, примерно, примерно в таком направлении, вам нужно двигаться. Вот. На мой взгляд. На этом все. Буду благодарен вам. за обратную связь по моему ответу. Позвольте вам начать на собой работу. Я вам желаю всего самого доброго. Удачи. Я вам желаю. Обращайтесь за помощью. А вам она, в смысле, помощь, пригодится. Будем рады вам помочь.